Старый МакГрегор вернулся? Хороший парень Коннор Рип 2021 по 2021? Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено неожиданному, или наоборот, более-менее ожидаемому, трештоку Коннора МакГрегора перед третьим поединком с Дейтеном Парье. Многие хотели, чтобы старый Коннор, который обсирает всех подряд, вернулся, но вот вам, пожалуйста, прямо на блюдочке. Окей, не забывайте про лайк и комментарий с трех слов, а мы начинаем, погнали. Окей, откуда же растут ноги всей этой темы? Как вы помните, Коннор МакГрегор перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым, ну прям перебарщивал, то есть МакГрегор всегда использовал трешток, и он запомнился многим фанатам тем, что его оскорбления были достаточно необычные. Он мог задеть самые тонкие струны души своего оппонента и выбить его из равновесия. Но в бою с Хабибом был будто не Коннор, а какой-то неадекватный человек, который принимал запрещенные вещества. Он буквально был настоящим токсиком, как мои хейтеры в комментариях, который хотел просто оскорбить Нурмагомедова, да побольше, нежели сыграть на его психологическом состоянии. Оскорбление в сторону семьи, в сторону его национальности, я это уже проговаривал на канале, но повторю. МакГрегор стал заложником собственной ненависти, и пытаясь как-то зацепить Хабиба, сам поймал дикий рейдж от игнорирования со стороны дагестанца. Соответственно, после одностороннего поражения от рук Нурмагомедова, на Коннора была вылета тонна хейта. Прям настоящая куча дерьма. МакГрегор был буквально разбит и уничтожен. Причем это касалось не именно боя, так как, будем честны, он показал себя лучше, чем многие ожидали. А в том плане, что Коннор наговорил столько всего, задел такие темы, что он был обязан либо победить, либо умереть. Как видите, МакГрегор проиграл, но жив и здоров. Соответственно, получив тонну хейта, Коннор долгое время вообще ничего не говорил на публику. Правда, некоторые его действия еще более ухудшали ситуацию, когда он, например, разбил телефон фанату и ударил старика в баре. Тогда оказалось, что у МакГрегора вообще не осталось фанатов, если бы после этого всего Коннор вернулся в поэтинке против Сирона и использовал трешток. Он был бы всеми непонятный. Дональд это очень уважаемая фигура в ММА-сообществе, поэтому было губительно использовать против него оскорбления. Даже сам ковбой предупредил МакГрегора, что тот может задевать все что угодно, кроме его ребенка и бабушки. Но Коннор поступил еще более неожиданно. Он буквально сам нахваливал ковбоя и его навыки, как будто он его блин-тренер и пытается настроить его на хороший бой. Но при этом параллельно МакГрегор не был скуп в оскорблениях в сторону Хабиба. Если посмотреть на эту ситуацию с высоты птичьего полета, можно понять, почему Коннор вел себя подобным образом. Он хорошо относился к ковбою, чтобы не получить дополнительный хейт со стороны фанатов. Да и нужды оскорблять такого добродушного человека не было. Но с этой же стороны он не мог оставить закрытым вопрос с Мурмагомедовым. Если бы он ничего не говорил в сторону Хабиба, многие бы посчитали, что дагестанец сдержал свое слово и сделал его скромнее, как и обещал. Хоть такие индивидуумы находились, которые утверждали, что Хабиб изменил Коннора, его высказывания про дагестанцев, про его двоюродного брата, про самого Хабиба, который, цитирую МакГрегора, нюхает бандаж, говорят об обратном. Если что, я не поддерживаю Коннора в его оскорблениях, когда он задевает национальность, религию, семью, это перебор. Потом, после победы над ковбоем и виктории Гаджи над Фергюсоном, Коннор, казалось бы, снова включился, проехавшись по всему легкому весу, в том числе и по Дастину. Дастин подерется с Тони, победит, но потом снова упадет, сложится пополам, отряхнется и постарается вновь забраться на вершину, и так по новой. Вся карьера Парье состоит из этого, но все-таки спустя полгода МакГрегор поменял свое отношение к Парье и стал реально хорошим парнем. Казалось, что Коннор теперь самый милый человек на свете, ко всем, кроме естественного Хабиба. Он относился с уважением и говорил, что для него будет честью подраться с ним. Но после поражения Дастину все изменилось, и это вступление было не просто так. Теперь вы поймете, почему Коннор ушел от этого образа хорошего парня. Даже относившись с уважением к Парье, после поражения Нокаутом абсолютно все начали насмехаться над МакГрегором и превратили его в списанный ресурс. Казалось бы, за что? За что его было хейтить теперь? Был мужчины до боя, был мужчины после поражения. Но его все равно ненавидят и продолжают делать различные мемы, где он лежит в Нокауте. Ладно, когда это делают обычные обыватели, которые тяжелее телефона или компьютерной клавиатуры не поднимали. Но когда это делали его коллеги по цеху, это было просто фейспалмно. Буквально через две недели Коннор сделал твит. Больше никакого мистер хороший парень. Мне кажется, что МакГрегор понял, что будь он хорошим, будь он плохим, его все равно будут хейтить, если он проиграет. Поэтому он решил вернуться к старому образу, который намного лучше, по нескольким причинам. Во-первых, благодаря нему поднимаются продажи. Во-вторых, зрители привыкли видеть злого Коннора. И в-третьих, за счет этого можно ментально задавить Дайстина, как он это сделал в первом бою. В апреле у бойцов случился конфликт, который мы рассматривали в отдельном видео. Ссылка будет в подсказках, не хочу повторяться. После него все поняли, что старый МакГрегор потихоньку возвращается. Позже он проехался даже по чемпиону полусреднего веса, Камару Усману. Обвинив его в плагиате, как его образа, так и движений. На самом деле, Усман и вправду позаимствовал множество фразочек Коннора. Поэтому тут отчасти он просто говорил факты. И вот, теперь перед третьим боем с Дайсеном, абсолютно ясно, чего добивается МакГрегор. Его хороший образ не сработал. Все равно люди, которые его ненавидели, так и продолжали это делать после поражения, даже с большей волной. А преданные фанаты остались при нем. Не так давно Коннор снова начал словесную войну с Парье. Кто пойдет первым за тейкдауном, тот маленькая сутика. Долгое время после этого твита ничего не было. Но как только Парье ответил на него, пошла жара. Это смешанные изноборства, где собраны вместе все стили. Для меня его заявление выглядит как неуверенность в собственных силах. Лучший боксер, как же. Прыгающая в ноги сутика. Хорошая новость заключается в том, что если Коннор снова станет плохим парнем, то мне просто пофиг. Мне действительно плевать на это. Даже если бы он был плохим парнем во время нашего последнего боя, то это было бы нормально. Я думаю, что Коннор снова будет плохим парнем. Я практически уверен в этом. Но насколько плохим он может быть? В прошлый раз Коннор угодил в нокаут. В Абу-Даби мы посадили его на самолет на глазах у всего мира. Что он может сказать на этот счет? Коннор не собирался останавливаться на этих заявлениях. Он постит в свои соцсети моменты со своими удачными ударами. Как он хорошо попал по Парье. Также последний его твит звучал следующим образом. Три боя против меня для любого человека. Это рыть себе раннюю могилу. Да благословит Господь. Этим роликом я, во-первых, хотел проинформировать людей о новом трештоке со стороны Коннора. Если что, в апрельской перепалке Макгрегор обвинял Парье во вранье с благотворительным фондом. И после объявления боя сказал. Я собираюсь прикончить этого убудка 10 июля. Мак вернулся в город грехов. В общем, Коннор подливает масло в огонь перед третьим боем. С большой скоростью причем. И я объяснил, почему он это сделал. Макгрегор понял, что будь он хорошим или плохим. В случае поражения на него все обозлятся. А образ плохого парня выгоден. Как и медийно, так и в плане боя. Как сказал Чейл Сонан, трешток это не просто выведение противника из себя. Или стимул для покупки билетов. Когда человек заявляет о чем-то на весь мир. Его уверенность в своих силах также возрастает. Поэтому Коннор должен подойти в максимально отличной, именно ментальной форме, на этот поединок. Насчет физической я не знаю. Недавно прошел слух, что у Коннора обнаружили стефилокок. Зная Макгрегора, он никогда не снимется с поединка. Но если это и вправду так. Надеюсь, что комиссия хотя бы решит эту проблему и перенесет поединок. Честно, лично я готов подождать еще, чем видеть очередное поражение Коннора. А после этого мы узнаем, что он был сильно болен. Поэтому как-то так. Больше никакого мистер хороший парень. А что вы думаете об этом всем, друзья? Давайте обсудим в комментариях. Друзья, есть просьба. Загляните пожалуйста в мой инстаграм и подпишитесь. Там реально достаточно интересно. В историях актуальные новости мира ММА. Мои реакции и мемчики. Мы там проводим прямые эфиры. И я по возможности стараюсь отвечать на сообщения в директ. Если вы, конечно, не безмозглый хейтер. Таких я отправляю сразу ЧС. Извиняйте. В общем, ссылка в описании. Жду вашу подписку. Ну что же, дорогие друзья. А на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах.